собираться вместе в это утро для того, чтобы вместе прославить нашего Бога, для того, чтобы вместе поклониться нашему Господу. Хотел бы перед началом, перед молитвой, прочитать место Священное Писание. И будем внимательны, это как бы вопль Давида. Я думаю, чтобы каждый из нас мог бы также просить об этом в это утро у Господа, чтобы Господь услышал нас. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внимли глазу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано пристану при Тобою и буду ожидать. Аминь. Помолимся, чтобы Господь благословил нас и наши сердца, чтобы мы ожидали Слово от Господа. Господь, я благодарю Тебя в это утро. Благодарю за возможность, которую Ты обновил в моей жизни, в жизни братьев и сестер. И Ты, Господь, по милости Своей, Господь дал нам дыхание жизни. И мы, как Церковь Твоя, можем сегодня собраться для того, чтобы вместе прославлять Тебя, нашего Господа. Господь, мы вместе с Давидом взываем Тебя, чтобы Ты был внимательным к глазу вопли наших, Господь. Чтобы Ты, Господь, приготовил наши сердца к тому, чтобы мы были готовы услышать Слово от Тебя. Господь, мы нуждаемся в Тебе в этом дне. Мы желаем, чтобы Ты через Слово сегодня, через песнопение, через всякое участие, которое будет здесь звучать, чтобы Ты питал наши духовные сердца, Господь, чтобы мы могли расти духовно. Благослови наше общение. Благослови братьям, кто будет говорить Слово. Благослови, Господь. И тех, кто сегодня пришел, приготовь наши сердца к тому, чтобы мы не отталкивали, Господь, это Слово, чтобы мы Его принимали. Благослови также и тех, кто сегодня нет среди нас. По определенным причинам, Господь, Ты знаешь эти причины. Кто в болезни, кто по старости, Господь, кто на работе. Господь, если есть у них возможность, они вместе с нами могут присоединиться, Господь, и вместе, как семья, прославлять Тебя. Благослови их. Кому нужно утешение, кому нужно исцеление, Господь, Ты пошли своей святой рукой. Благослови их. Благослови, Господь. И, Господь, тех, кто сегодня не имеет хлеба, кто сегодня нуждается в Тебе, кто имеет определенные трудности, проблемы, переживания, Господь, мы молимся и о тех. Просим Тебя, яви Свою милость в это утро. Благослови нас и добудешься, Он прославен. Аминь. Мы споем два общих пения. Он наш Отец на небесах. И второе. Когда Твои слова обнимаем. Благослови нас и добудешься, И, Господь, тех, кто сегодня не будет. Благослови нас и добудешься, Песня. 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 ПЕСНЯ 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 все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Текст Писания, который я прочитал, он связан с тем, что братья попросили сегодня немного рассказать о Молдове, о поездке, о тех служениях, впечатлениях, переживаниях и так далее. Поэтому я выбрал этот текст Писания. Несколько скажу в начале слов по поводу этого текста и затем короткое сообщение о том, что мы пережили в этой последней поездке, посещая Молдову. В этом тексте, дорогие друзья, мы находим это великое поручение Господня. Идите по всему миру, по всему лицу земли и проповедуйте Евангелие. Это поручение. Поручение от кого, встает вопрос. Друзья мои, это поручение от Господа. Это поручение от того, который создал всю вселенную. Моря, источники, вот, нас, человеков, по образу и подобию своему. И вот этот Господь дал повеление, дал поручение своим ученикам, коими являемся и мы с вами. В той или иной степени мы ученики нашего Господа. И Господь дает это повеление церкви. Идите и проповедуйте Евангелие. У нашего Господа в руках вся власть, дорогие друзья. Он так сказал, мы здесь прочитали, дана мне всякая власть на небе и на земле. Мы знаем эти стихи наизусть. Что они означают для нас, друзья мои? Он открывает двери для евангелизации и Он закрывает эти двери. Господь допускает какие-то переживания. Господь допускает какие-то трудности. И Господь ложит предел этим переживаниям, этим трудностям, чтобы мы с вами учились, учились тому, что так необходимо нам в этой жизни. И Господь говорит, в руках моих всякая власть на небе и на земле. Это очень важно. Что за поручение дал нам наш Господь, имеющий эту власть и на небе и на земле? Он дал нам поручение проповедовать Евангелие. Дорогие друзья, это самая основная цель. Это то, к чему мы призваны проповедовать Евангелие для спасения грешников. Не просто заучивать его. Я хочу, чтобы сегодня вот эта истина могла по-новому каким-то образом восплыть в наших сердцах и в наших душах. Проповедовать Евангелие. Кому, дорогие друзья, написано всем народом без исключения. Это было поручение от Господа. В другом переводе стоит здесь не просто проповедовать, а делать этих людей, делать учениками. И встает вопрос. Учениками кому, дорогие друзья? Я думаю, что мы понимаем. Это очень важно. Это очень и очень ответственно. Делать учениками для нашего Господа. Не для меня, не для евангелиста, не для знаменитого проповедника. Наша задача – делать людей учениками Господу Иисусу Христу. Не забудем это, потому что это возлагает на нас великую ответственность. Не моих, не мне учеников, а нашему Господу. И далее мы прочитали. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. Встает вопрос. Чтобы учить других, мы сами должны быть научены или нет, друзья? Да, мы должны быть научены. Если мы не научены библейским истинам, если мы не выполняем это слово, мы не можем учить других. Хотя можем, но результата не будет. Да, мы можем, но не будет плодов необходимых и нужных. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь поможет нам, чтобы мы, желая стать миссионерами, проповедниками Евангелия, помнили некоторые истины. Миссионер – одного желания мало, дорогие друзья. Это неплохо иметь желание, но одного желания мало, недостаточно и нужно что-то еще. Миссионер, дорогие друзья, одного выигранного билета на поездку в миссионерскую – это еще ни о чем не говорит. Можно выиграть билет, но чтобы учить других, приехать туда, куда Господь пошлет, я должен быть научен. Поэтому мое слово сегодня к молодежи, к молодым братьям и сестрам – усвойте этот урок. Вы должны научиться, вы должны приобрести знания, чтобы их потом передать. Рассказать о Господе, рассказать о Его спасении, рассказать о том, что мы грешники и без Него погибшие. Я должен сам это понять и должен учить других. Одной футболки, дорогие друзья, которую я могу одеть на евангелиционных служениях, вовсе недостаточно. Я не критикую, я не обвиняю, друзья. Я хочу в наших сердцах вызвать серьезное понимание и серьезное отношение к этим евангелиционным служениям. После меня брат Павел расскажет, какие радости они переживают там на Крайнем Севере, и что значит быть миссионером для народов, не охваченных еще Евангелия. Итак, дорогие друзья, пусть Господь нам поможет в этом. Знание и послушание – вот то, что необходимо для каждого желающего проповедовать Евангелие. Не просто поехать и где-то там поучаствовать и так далее. Все на своем месте. Но знание, дорогие друзья, это очень важно. И послушание тому, что мы узнали из Писания – это необходимые качества для каждого евангелиста, для каждого миссионера. Молодой человек, брат мой и сестра, усвой эти уроки, и тогда твой труд, твое служение будет благословенным. И следующее. Мы должны идти туда, куда повелевает Господь. Как мы прочитали, ученики пошли туда, в Галилею, на гору, куда написано «повелел им Иисус». Это очень важно. Узнать и услышать от Господа повеление. Вот это призвание. И пойти туда, куда Господь призывает. Не просто куда я хочу, а призыв Господа должен доминировать в моем служении, миссионера и евангелиста, дорогие друзья. И когда ученики увидели там Господа, первое, что они сделали, первое, прежде чем послушали Его слова, они поклонились Ему, а иные усомнились. Брат мой и сестра, если мы не научились поклоняться Господу в любых обстоятельствах, если это не на первом месте, чтобы всю славу отдать Господу и Ему поклоняться, служение наше не будет иметь должного успеха. Поэтому, когда принимаем решение, когда идем на встречу с Господом, получить от Него повеление, куда поехать, где благовествовать, когда придем на эту встречу, первое, что мы должны сделать, поклониться Господу за то, что мы есть, за то, что мы имеем эту возможность, за то, что Господь обещает быть с вами. Ученики поклонились Господу. Друзья мои, это для нас должно быть очень важно и очень и очень ответственно. Пусть Господь поможет нам. Итак, миссионер – это тот, который должен знать, который должен исполнять. Ну, а теперь немного о Молдове, о том служении, которое мы провели там, вместе с мужским хором из Германии, с братским хором. Он в полном составе, и он не исчезает, дорогие друзья. Количество его растет, присоединяются молодые братья, братья, которые родились в Германии, сегодня поют в этом хоре, сегодня они проповедуют, учат русский язык, потому что едут туда, к русскоязычным. И это для них большая радость, друзья. Я хочу, чтобы мы молились о них, и дальше это очень и очень важно. Вначале хочу сказать, иногда люди говорят, да в наше время чудес не бывает. Вы знаете, бывает или не бывает, я расскажу то, что было в моей жизни, вот в этой поездке. А там пусть каждый определяет, чудо это или не чудо. Я летел через Сиэтл, Сиэтла на Франкфурт. И когда прилетел в Сиэтл, вернее, пришел в Спакен на посадку, нас уже посадили в самолет, и все нормально. У меня было два с половиной часа между полетами в Сиэтле. Ну, думаю, все нормально будет, слава Богу. Просидели минут десять, и вдруг капитан выходит и говорит, пожалуйста, заберите всю ручную класть с собой, и пройдите в здание аэропорта. Откладывается рейс на два часа. Раньше, чем через два часа, мы не вылетим. И у меня сразу, знаете, так, ну, я опаздываю, а мне надо лететь потом в Молдову, в Германию, в Молдову. Как быть, что быть, стоим. Вышла толпа этих людей, человек 300, наверное, с самолета, и все в очередь сюда сразу переделывать билеты, что-то искать, возможность. А я стою себе, позвонил Вилли и говорю, Вилли, вот такая ситуация. Возможно, я не прилечу в назначенное время. Решайте вопрос, потому что дальше надо будет лететь уже через Германию, в Молдову. Ну, стою себе, так знаете, немножко с поникшим лицом, молюсь, да. Поднял голову, смотрю, женщина идет, так смотрит на всех. В форме она, видимо, работает в аэропорту. Подошла, поравнялась со мной, смотрит на меня, я на нее. Она говорит, я ее не знаю. Она говорит, у вас проблемы какие-то. Я объяснил, как мог. Показал ей билеты посадочной, все свое расписание, да. Она посмотрела и говорит, дайте ваш посадочный. Взяла мой посадочный, пошла куда-то. Приходит минуты через две и говорит, пойдемте со мною. Взяла меня и повела, наверное, через три-четыре стойки там привела. Достает новый посадочный и говорит, вы полетите вот этим рейсом, чтобы вам успеть там пересесть. Я ее не знал. Она передала, привела меня туда, передала посадочной женщине этой, которая там регистрировала все, и я улетел. Женщина ушла. Как говорят, я даже не спросил ее имя. То ли от радости, то ли от чего, не знаю. Но Бог знает. Я вовремя прилетел. Прилетел в Сиэтл, быстренько на посадку, сел и прилетел во Франк, тут все нормально. Друзья мои, я не знаю, кто эта женщина. Возможно, мужчина и женщина когда-то будет в твоей сложной ситуации. Молись Господу, и он пошлет. Человека, который не представится, ничего тебе не скажет, не пожелает, просто поможет и исчезнет. И где-то уйдет и растворится. Друзья мои, это чудо. Я хочу, чтобы мы могли об этом размышлять, молиться и благодарить Господа. Всегда есть вот такие моменты, которые мы должны замечать, которые мы должны видеть, узнавать руку Господа и быть благодарными Ему. Поэтому, друзья мои, благодарите и молитесь за каждого, кто едет. Поездки бывают нелегкие, сложные, трудные, бывают переносы и так далее. Но Господь всегда, как здесь в этом тексте прочитано нами, Он говорит, и сей я с вами во все дни до скончания века. Тебе кажется, опаздывает самолет, но я с вами, все будет вовремя. Тебе кажется, все потеряно, поездка откладывается. Он говорит, я с вами, успокойся, доверься, и все будет хорошо. И я благодарен Богу за вот эти милости, которые Господь являет нам. Знаете, когда я бываю в поездках, то ли это в Молдову, то ли в другие места, я всегда озабочен двумя моментами. Первое, то, что я сделал и то, чему я научился. То есть, находясь в поездке, я что-то делаю, проповедую, посещаем и так далее. Но я хочу в каждой поездке и самому учиться еще. И это очень важно. И когда мне говорят, да, наверное, уже в твоем возрасте учиться-то все, наверное. Нет, говорю. Я еще все в первом классе. Друзья мои, учиться в каждой поездке есть чему. И получить благословение – это тоже есть основание, дорогие друзья. Положение сложное в Молдове. Вот я знаю, что вы знаете, здесь у нас много с Молдовы людей, которые приехали, которые числятся беженцами. И не только в нашей церкви, в нашем городе, и в других городах, и так далее. Друзья мои, и два момента, которые сегодня, они такой большой заботой для молдавского братства, вообще для живущих в Молдове – это отсутствие работы. Нет работы. И тогда муж или жена уезжают в соседние страны, вот оставляют жену или мужа с детьми, бабушка, дедушка, и едут на заработки. Проблема в том, что немало тех, которые не возвращаются потом, устроившись там на работу, и даже служат это развалу семей. То есть не возвращаются и одинаково, то ли это женщины, то ли это мужчины. Представить себе такую ситуацию, я думаю, сложно, не пережив ее. Молитесь, братья и сестры, вот за этот вопрос. Второй момент, который также является сегодня заботой для Молдовы – это политическая обстановка. Да, пока еще войны нет, но все на грани ее. Да, пока еще тихо и спокойно, но когда мы летели с Франкфурта, мы летели не на Молдову. Почему? Потому что аэропорт в Кишиневе принимал один только рейс. И нам нужно было лететь обходным путем. Неспокойная ситуация. Но там наши братья, там служение. Они проводят, проповедуют Евангелие. Молиться будем о них, дорогие друзья. Что мы пережили? Мы прилетели вечером, на автобусе приехали с Румынии в Молдову, поселились. И рано утром приходят нам и говорят, даже вечером, наверное, да, говорят братья, Завтра утром похороны. Один брат разбился, поехал на заработки, и теперь семья осталась. Похороны. Вы не могли бы быть? Мы говорим, как не могли бы? Конечно, будем. Одеваемся по форме. И наше первое служение в этой поездке – это были похороны. Мы пришли в дом плача. Мы плакали с теми родственниками, которые провожали в последний путь своего мужа, отца, дедушку и так далее. Вот так Господь повел, друзья. Мы побыли на этом служении. Ну, естественно, спасибо тем, которые эту поездку поддерживали. Мы вместе с немцами сложились и поддержали материально эту семью, выделив им определенную лепту для того, чтобы как-то эти похороны осуществить, ну и потом как-то устраивать свою жизнь. Благодарность, братья и сестры, тем, которые передавали эти лепты. Но это было первое служение и первое наше участие и словом, и материально. Это очень и очень важно. Мы посетили два дома престарелых, и эти дома престарелых, их курируют наши братья и сестры, но проживают там люди, которые не являются членами церкви. И мы провели там два служения, приготовили для них кульки, подарки, все это раздали. Потом пошли по комнатам в этом доме престарелых и посетили лежачих, которые не могут ходить, не вставать, ничего, посетили, принесли им подарочки, вручили эти пакеты. Это были слезы, это была радость, это была благодарность. Но это то, что мы совершали, и благодаря вам, дорогие братья и сестры, вашему участию и вашему служению. Мы, когда закончили служение в одном из домов престарелых, подошла администрация. Наше слово было и к тем постояльцам, которые там, чтобы они как-то свои капризы все-таки усмиряли, чтобы уважали трудящихся, и чтобы те, которые трудятся там, воспитатели, медсестры, чтобы они не унывали, потому что награда будет оттуда, от Господа. Подошли работники администрации одного из дома престарелых и со слезами говорят, а вот такое слово мы никогда не слышали в свой адрес. Все у нас хорошо, много хорошего. У нас слово, которое было к нашим сердцам и вызвало слезы. Братья и сестры, молитесь за тех, кто трудится там. Это очень и очень важно. Я хочу, чтобы мы помнили это и могли благодарить Бога за эту возможность. Мужчина был один на коляске. Был все служение. У него ампутирована одна нога. И он рассказал, из-за него рассказали, вот это здание вот этого дома престарелых проектировал вот этот мужчина. Он был тогда здоров. У него была жена, у него была семья. Он проектировал это здание. Потом обнаружили у него сахарный диабет. Отняли одну ногу. Жена его бросила. Дети оставили и ушли. И его привезли в этот дом, который он проектировал. Думал ли он когда-нибудь, что он будет определенные годы доживать в этом доме? Молитесь о нем, потому что он готовится к ампутации второй ноги. Это непросто. Это непросто, друзья. Там нужно было утешение, там нужна была молитва, там нужна была помощь. И мы могли благодаря вас это сделать и поучаствовать там. Слава Богу! Урок для меня, дорогие друзья, что я взял для себя. Немало в этой жизни, что мы с вами делаем. И иногда не думаем даже, то, что мы делаем, то, что мы строим, когда-то нам нужно будет переживать, поселиться, находиться в том, что мы строим. Вы скажете, что ты имеешь в виду? А очень просто. Круг наших друзей. Как мы к ним относимся? Как мы их любим? Как мы их ценим? Как мы о них заботимся? А может, придет время, когда эти друзья будут ухаживать за мной? Какое строение в этом плане я делаю? Это миссионерское служение. А может быть, это семья? Сегодня семьи распадаются. Сегодня любящие друг друга люди расходятся. Бросают друг друга. Друзья мои, а давайте подумаем о том, чтобы строить наши семейные отношения так, чтобы не переживать за будущее, за свою старость, а знать, жена не оставит, муж не бросит, чтобы не случилось, дети не откажутся, они приютят, они примут. Мы строим нашу семью, мужья, мужчины. Думайте об этом. Это очень серьезный и важный момент. И еще одно. Мы все являемся участниками домостроительства Царствия Божия, то есть церкви. Какой вклад мы вносим в церковь? А мы не думаем о том, что может прийти время, когда меня на коляске сюда привезут, и члены церкви, в которой я был, и мое отношение к этой церкви, оно сыграет определенную роль. Если я любил эту церковь, если я переживал и заботился о ней, меня встретят в этой церкви, мне не дадут прийти в отчаяние. А если я ее поносил, махал рукой на все, осуждал служителей, церковь, все не так, и бегал быстрее лошади с кокуна по другим церквам. Друзья мои, придет старость, так меня и встретят. Где она закончится? Я хочу, чтобы мы поняли, все, что мы строим в этой жизни, начиная от семьи и кончая церковью, дорогие друзья, от друзей, может случиться так, что в этом кругу мы будем доживать свои последние дни. Стройте и внимательно следите, чтобы Господь был прославлен. Еще один момент. Были на служении, там немцы строят молитвенный дом, но когда мы приехали, они все спустились, крышу крыли уже. И одна сестричка играла. Пели мы там, да, она тоже пела, играла. Ну, играла, знаете, так по нашим меркам, мне кажется, слишком харизматично. Ну, просто думаю, ну, я подойду, скажу потом. Ну, все-таки, ну, как-то, ну, мы же верующие. А потом пригляделся, а у нее пальцы на руках, один сюда, другой сюда, третий туда, и на этой руке точно так. И она с вот такими пальцами, она так играла на пиано, на рояле. Я тут же покаял, сказал, Господи, прости. Это мое безумие, прости. Я судил человека. А она с такими пальцами, она прославляет тебя. Это женщина, которой помогала и наша церковь делать операцию. И она еще должна поехать в Германию, потому что нигде больше не делают такие операции. Вот. Мы разговаривали, молились. Я очень благодарен Богу и за этот урок. И хочу сказать тем, которые сегодня имеют пять пальцев на руках, которые сегодня имеют две руки, две ноги, голова еще работает, друзья мои. Кому служат ваши пальцы? Кому служат ваши руки? Миссионером быть? Это значит и в этой ситуации, и в этой обстановке служить Господу, поклоняться Ему и прославлять Его. К сожалению, сколько сегодня со здоровыми руками не слушают и не служат Господу. Хотелось бы, чтобы об этом могли думать и рассуждать. Ну, в заключение хочу еще что сказать. Один из братьев в нашей поместной церкви, член церкви, он всегда, когда я еду, он всегда передает деньги на мороженое. Вот это его служение. Потому что, когда он жил в Макеевке, мы там были с хором, и каждый вечер мы угощали, или в Мариуполе, и каждый вечер угощали детей мороженами. И он говорит, это так мне запомнилось, говорит, на денежку, и пожалуйста, спасибо, брат дорогой, на твою немалую копейку, я не буду называть, Господь ее знает, мы приобрели более тысячи мороженых и передали детям. Сколько было радости, сколько было слез. Даже многие старики, они говорили, а мы тоже дети, что малый, что старый. Ну, приходилось докупать, добирать, угощать из старых. Но это служение, друзья, это служение. Поэтому спасибо, и Господь да благословит нас в этом. Ну, и последнее, что хотелось бы сказать в этой поездке, я понял, что наше слово сегодня, слово миссионеров, когда мы едем туда, оно должно как-то делиться на две составляющие. Первая часть, это наше служение, чистая евангелизация для неохваченных народов к Евангелием еще. Это первое, это миссионерство. Но, дорогие друзья, пришло время, когда проповедники, служители, миссионеры, благовестники должны приготовлять святых к приходу Господа Иисуса Христа. Приготовлять и воспитывать церкви, это очень важно. И Господь даровал нам такую возможность. Мы имели встречу со служителями, проповедовали в церквах за 10 дней. 22 проповеди я должен был сказать. Кто соскучился по проповедям, езжайте в Молдову, мы позвоним, и там будет вам гарантия. 2-3 проповеди каждый день. Я думаю, что перестанете роптать, а найдете себя в этом служении. Все это служение, дорогие друзья, оно было заглавлено, названо, пригласительные были розданы в таком же ракурсе. Это праздник для души. Поэтому церковь, братья и сестры, молодые люди, я хочу, чтобы вы поняли эту истину. Мы призваны здесь, на этой земле, делать праздники для души. То ли наших близких, то ли наших родных, то ли не знающих Господа, делать праздник для души. Не для тела. Не осуждаю. Надо и телу отдохнуть. Но после того, когда я сделаю праздник для души, праздник для тела, принесет и мне благословение. Спасибо вам за ваши молитвы, за вашу поддержку. Молитесь о Молдове, о братстве и о всех миссионерах, которые трудятся на этих полях. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Молдове. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Господь, моя твердиня, моя пажта, Господь, і мій захист, і сила моя, Ця рявка зевна, що освітлює шлях по моєму житті. Він поведе мене через горі океан, Він проведе мене через далі смерті, Він понесе мене на своїх руках, Бо Він – моя твердиня, захист мій. Господь за праву руку мене візьме, Збери мої сльози в долоні свої, Розвідь отяг його, Я спочинок знайду, Його захист святий. Він забере мій бік і вітрами рознесе, Розріє смуток мій у тумані придорога, До сонця підійме, Дасть для мене крила, І скаже, я люблю тебе лети. Він поведе мене через горі океан, Він проведе мене через долину смерті, Він понесе мене на своїх руках, Бо Він – моя твердиня, захист мій. Бо Він – моя твердиня, захист мій. Слава Богу! Він – моя твердиня, захист мій. Джона Буняна «Путешествие пилигрима в небесную страну». Однажды, странствуя среди долины дикой, Внезапно был объят я скорби великой, И тяжким бременем подавлен и согбен, Как тот, что на суде в убийстве улечен, Потупя голову, в тоске ломая руки, Я в воплях изливал души пронзенной муки И горько повторял, метаясь, как больной, Что же делать буду я? Что станется со мной? И так я, сетуя, пришел в свой дом обратно, Уныние мое всем было непонятно, При детях и жене сначала я был тих, И мысли мрачные хотел таить от них, Но скорбь час от часу меня сжимала боли, И сердце, наконец, открыл им поневоле. О горе, горе нам, вы, дети, ты же нас, сказал я, Ведайте, душа моя полна тоской и ужасом, Бучительное бремя техчит меня, Идет уж близко, близко время, Наш город пламени и ветром овречен, Он на угли и зол убру вдруг будет обращен, И мы погибнем все, Коль не успеем вскоре обрезть убежище, А где? О горе, горе! Мои домашние в смущение пришли, И здравый ум во мне расстроенным пошли, Но думали, что ночь и сна покой целебный Охладят во мне болезни жар враждебный. Я лег, но вовсю ночь все плакал и вздыхал, И ни на миг очей тяжелых не смыкал. Поутру я один сидел, оставя ложе, Они пришли ко мне, На их вопрос я тоже, что прежде говорил. Тут ближние мои, не доверяя мне, Задолжные почли прибегнуть строгости, Они с ожесточением меня на правый путь и браню И с презрением старались обратить. Но я, не внемля им, все плакал и вздыхал, Унынием тесним. И, наконец, они от крика утомились, И от меня, махнув рукою, отступились. Пошел я вновь бродить, унынием изнывая, И взорив круг себя со страхом обращая, Как узник из тюрьмы замысливший побег, Иль путник от дождя спешивший на ночлег, Бессонный труженик, влача свою веригу, Я встретил юношу, читающего книгу. Он тихо поднял взор и вопросил меня, О чем, бродя один, так горько плачу я? И я в ответ ему, познай, мой жребий злобный, Я осужден на смерть, и позван в суд загробный, И вот о чем крушусь, к суду я не готов, И смерть меня страшит. «Коль жребий твой таков, – он возразил, – И ты так жалок в самом деле, чего ж ты ждешь? Зачем не убежишь от сели?» И я, «Куда бежать? Какой мне выбрать путь?» «Тогда не видит ли твой взор чего-нибудь?» Сказал мне юноша, вдаль указуя перстом. Я оком стал глядеть болезненно отверстым, Как от бельма врачом избавленный слепец. «Я вижу некий свет, – сказал я наконец, – Иди ж, – он продолжал, – держись того ты света, Пусть будет он тебе единственным мета. Пока ты тесных врат спасения не достиг, – ступай!» И я бежать пустился в тот же миг. Побег мой произвел семье тревогу, И дети, и жена кричали мне с порогу, Чтоб воротился я скорее. Крики их на площадь привлекли приятелей моих. Один бронил меня, другой моей супруге советы подавал, Иной жалел о друге, кто поносил меня, Кто насмех подымал, кто силой воротить соседям предлагал. Иные уж за мною гнались, но я тем более спешил Перебежать городовое поле, дабы скорее войти, Оставите места спасения путем в таинственные врата. Слава Богу! Продолжение следует... 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 ПЕСНЯ 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 благословенный Богом, слава Иисусу Христу за то, что Он сегодня, вчера и третьего дня с нами, великий и сильный Господь. Друзья, мы сегодня находимся в Доме Божьем, и я вместе с вами радуюсь, потому что мы вместе идем в небесный Ханаан. Здесь на земле очень много трудностей у нас. Но почему мы идем в церковь, друзья? Да потому что только здесь мы можем обретать утешение от Господа, потому что это Дом Божий. Друзья, Господь сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Дьявол со всех сторон пытается сбить нас пусти, посеять сомнения, повернуть назад, но Бог желает, чтобы мы утверждались в нем, чтобы мы, благословленные Богом, помнили, что наша земная жизнь – это не Родина, а родной край – это небо. И поэтому, друзья, как мы проживем эту жизнь, с честью ли мы пройдем по этой земной жизни, и как мы войдем на встречу с нашим Господом, достойно ли мы встретим нашего Бога. Поэтому сегодня, друзья, мы поем о Боге, сегодня мы проповедуем о Нем, чтобы, друзья, сердце наше было открыто для Его благодати, чтобы мы, поклоняясь Ему, возвеличивая Его святое имя, могли помнить о той цели, которая указывает для каждого из нас Господь, о той Его великой любви, которая сопровождает нас, о Его крепкой и могучей руке, которая держит нас и поддерживает, и укрепляет, когда никого не будет рядом. Когда ты направо-налево посмотришь, и вы знаете, выжженная земля, направо-налево, мороз минус 68 по Цельсию, на поле сихолода, ледовые дороги, и когда рушится лед, но ты знаешь, что с тобой в эпицентре этих событий Бог, потому что своих Он не бросает, потому что Он верен своему обещанию, Он сказал, я не оставлю и не покину тебя. Друзья, благослови нас, Господь, друзья, жить верой в нашего Господа, надеяться на встречу с Ним и ожидать славного пришествия нашего Господа Иисуса Христа, потому что мы не знаем, когда прервется наша жизнь. Но мне бы так хотелось, чтобы я и ты, независимо от возраста, молодой или убеленной сединой, когда Бог постучится и оторвет нас от земной жизни, поведет Царство Небесное, мы могли сказать, я твой Господь. Я не забуду, когда мой друг в 46 лет, пастор Новосибирской Церкви, умирал. Вы знаете, он хотел жить, ему было 46 лет, у него были планы на жизнь, но однажды ночью грудь сильно сдавила, это доли секунд, тромот оторвался и шел к сердцу. Он успел обнять свою жену ночью, проснувшись, говорит, я тебя люблю, дорогая. Второе слово, которое он говорит, прости меня, Господи. И третье слово, последняя фраза, я твой Господь, я к тебе иду. И его сердце остановилось, перестало биться. Он успел сказать, Господь, я твой. Поэтому, если мы дорожим церковью, если мы идем в присутствие Бога, если мы ищем Господа, друзья, мы Божии, и нам не страшно умирать, уходить из этой земли в Царство Небесное, в дом вечный, который Бог приготовил для нас. Друзья, Сибирь для меня стала второй родиной. 35 лет мы там живем, в Сибири, на границе с Якутией, Китаем, Монголией. Мой родной город – это город Сочи. Моего дедушку расстреляли за веру в 37-м году, когда-то за проповедь Евангелия. Папа был пастором церкви. И если бы когда-то мне сказали, что твоя судьба кардинально изменится, я восхищался Сочи. Красивый город, пальмы цветут, черное море, шум прибоя. Я любил заплывать очень далеко и возвращаться домой радостный. Я думал, что все мои мечты будут связаны с этим городом. Вы знаете, смотря на своего отца, героя веры, верного воина Господа Иисуса Христа, пастор в церкви, я говорил, Господи, я хочу, как мой папа, как мой дед, не предавать тебя, идти за тобой туда, куда ты позовешь. Советская власть, узнав, что я сын пастора и не буду принимать присягу, мне сказали, мы на край земли тебя отправим, где волки воют, где медведи ходят по улицам. Я в 17 лет уже принял крещение, говорю, да хоть на Колуму отправляйте. Они говорят, ты нам подсказал, мы тебя отправим как раз-таки туда. И когда я оказался в Чите, где 28 тюрем, сталинский и гулаговский лагерь до сих пор не разрушен, в верховьях Каларского хребта находится. Это место ссылок, это место тюрем. Я узнал, что было около двух тысяч наших братьев и сестер, которых в одну ночь советская власть расстреляла в 37-м году. И в конце 80-х всего 15 бабушек, которые зовут меня и говорят, брат Павел, может быть, ты переедешь. Вы понимаете, что я понимал, что это совсем не мое. Я должен в Сочи возвратиться. Там мой папа, семья, родные, близкие. Но Бог стучится через этих бабушек, которые молятся к Богу и говорят, Господи, вышли делатели на Ниву Твою. Вы знаете, Бог совершает чудеса. Сегодня мы слышали об этом. Вы знаете, когда мы нашу жизнь подчиняем Богу, не подстраиваем Бога под наши планы, и говорим, Господь, если ты усматриваешь такую судьбу и такой путь, Господь, ты благослови, а Бог обязательно благословит. Ради меня Он послал из Черновцов, из Украины, будущую спутницу жизни, молодую сестру. Я там молился и говорил, Господи, если ты благословляешь на жизнь в Сибири, хотя я не представляю, как жить среди 50 морозов, среди 60, когда мы несли Евангелие, когда холод сковывает все. Вы знаете, я впервые обрадовался, когда ты весь обледенел и при морозе минус 68 несешь Евангелие, глаза не замерзают, все замерзает, тело, ты весь, как сосулька, покрытый льдом, а глаза не замерзают, потому что соленые слезы. Я говорю, Господи, слава Тебе, что мы можем прорываться через эту суровость и нести Евангелие. Благодарю Бога, что Бог послал спутницу жизни, с которой мы вот там, в тех сибирских далях, три дочки Бог подарил, три внука. И вы знаете, они поддерживают служение. Мое, те, кто вместе со мной идут на линию горизонта, в сурово севера, они всегда стоят в проломе, они всегда стучатся к Богу и говорят, Господь, возврати нашего Папу, благослови служение, которое ты доверяешь. Слава Господу, друзья, за Его великую милость, которую мы видим на протяжении нашей жизни. И поэтому так хотелось бы, чтобы наши сердца были благодарными Богу всегда, во всякое время, за все, что мы имеем, чтобы мы благодарили Богу. А благодарное сердце, оно открыто для благодати нашего Господа Иисуса Христа. Мы читаем с вами книгу Иисуса Навина, 3 глава, с 13 стиха. Книга Иисуса Навина, 3 глава. С 13 стиха мы читаем такие слова. «И как только стоп и ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы перейти Иордан, и священники понесли ковчег Завета Господнего пред народом, то лишь только несущие ковчег Завета Господнего вошли в Иордан, и ноги священников, вневших ковчег, погрузились в воду Иордана. Иордан же выступает и всех берегов своих, во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеной на весьма большом расстоянии до города Адама, который подлицертана, а текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники, женевшие ковчег Завета Господнего, стояли на суше среди Иордана твердую ногою. Все сыны Израиля переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. Впереди Иордан, впереди израильскому народу предстоит войти в обетованную землю, землю, которую Господь обещал своему народу, что Он ведет туда их. Но впереди препятствие, впереди трудность. Нужно пройти Иордан. В то время не было мостов, у них не было понтонов, которые можно было бы бросить через эту речку, у них не было кораблей, лодок, множество народа, животные с ними, верблюды, лошади, скарб, все, что есть, все, что связано с их жизнью, все с ними. И им нужно переходить через бушующий поток Иордана. А здесь мы видим, Ордан выходит из всех берегов, разливается бурная широкая река Иордан. И Господь говорит, Бог говорит к Иисусу Навину, который является вождем израильского народа, Бог говорит, как только ноги священников коснутся воды, вам нужно взять ковчег. Священники должны вместе с этим ковчегом впереди всего народа пойти в этот бушующий поток, в этот Иордан. И как только ноги священников коснутся воды, вода остановится, станет стеной, а другая стальная вода уйдет в море. И вы понимаете, нам очень часто, я думаю, что Иисусу Навину и многим тем очевидцам всего этого события хотелось бы, чтобы Бог вначале исполнил свое обещание. Вы понимаете, друзья, дорогие, почему сегодня много проблем в нашей жизни? Почему не разрешаются многие вопросы в твоей и моей судьбе? Почему, друзья, мы молимся, ответа нет? Да потому что мы наблюдатели очень часто. Нам хочется, чтобы Бог вначале сделал. Подобно вот той истории, вы помните, в Сарепте-Сидонской, когда пришел порок Илья, и он говорит, так говорит Господь. Бог через порока Илью говорит этой бедной вдове, которая смотрела на последнюю горсть муки и немного масла, и понимала, что в период голода им хватит на единственную лепешку, чтобы съесть и умереть. Бог решил благословить и позаботиться об этой вдове, о ее сыне через пророка. И Бог говорит, так говорит Господь. Бог хочет благословить эту семью, Бог хочет благословить эту женщину, но Он говорит, вот ты это сделай. Ты вот, то мука, которая есть у тебя, и то масло, которое есть, ты сделай лепешку из всего этого, и пророку отдай. Хотелось бы, наверное, этой женщине сказать, ну, если Бог, и ты говоришь от имени Бога, и Бог великий и сильный, то пусть Бог вначале это сделает, а вот тогда, конечно, когда я увижу, что мука не будет убывать, и масло не будет иссякать, тогда я прославлю Бога. Но, друзья, дорогие, Бог многое не делает так бы, как нам хотелось бы. Он говорит, тебе нужно войти в Иордан. Как только ты войдешь в Иордан, как только ноги твои коснутся Иордана, вода остановится стеной. Бог желает, чтобы мы верили Ему, доверяли Господу, не по сторонам смотрели и не руководствовали с мнением людей, но верили Господу. Апостол Павел, посланник евреям 11.1, говорит такие слова, «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Другими словами, «Я не вижу, но я уверен, что это невидимое обязательно осуществится». Мы не видим Бога, но мы верим Его Слову и дела Бога видны в нашей жизни. Мы перелистываем страницы истории, мы видим, здесь Бог вступился за меня, здесь Бог ответил на мои молитвы. Вы понимаете, вот этот аргумент Бога, Его Слово, которое подтверждено жизнью нашей, подтверждено небом, Христос воскрес, это яркий документ, это яркое доказательство для всех последующих поколений. Поэтому сегодня мы можем не сомневаться, но надеяться на Бога и опирать веру нашу на Слово Его. Бог это сказал. Если Бог сказал, мы можем идти в бушующий поток, мы можем верить Богу, Господь проведет нас, потому что в этот поток пойдешь ты не один. В этом потоке рядом с тобой будет Господь. Я не забуду, когда мы добирались, одна из последних экспедиций, добирались до Ледовитого океана. Я помню, когда я служил в армии, постоянно офицеры говорили, если мы поймаем тебя в самоволках, а меня не отпускали, я сбегал в церковь к бабушкам, чтобы вместе с ними поклоняться Богу и проповедовать Евангелие. Говорили, если мы тебя поймаем, мы тебя отправим в Тикси. В Тикси, это южный берег Ледовитого океана. И, вы знаете, мне всегда хотелось с Евангелием прийти туда в Тикси. И вот однажды мы пробираемся туда через наледи, через опасности, через пургу, через метели, через сильные морозы. За мной герои веры, братья, которые готовы рискнуть. Всякий раз, когда я собираю команду, я говорю, братья, обратного билета у нас нет. У нас есть один билет в Царство Небесное, поэтому, если суждено нам там остаться, вы понимаете, что жизнь наша не зря. Если кто-то не готов умирать, вы остаетесь здесь. И слава Богу, друзья, когда мы попали в сильнейший буран со стороны Ледовитого океана, 45 метров в секунду. Вы знаете, снег практически переворачивал, вместе с ветром переворачивал машину. МЧС предупредило, на протяжении 10 суток, не прекращаясь, будет идти этот ураган. Нам объяснили, что это такое. Нам сказали, что вашу машину КамАЗ скроет полностью. Снег заметет. Это будет огромный сугроб. Вы погибнете здесь. В течение 10 суток никто вас искать не будет. Вы останетесь здесь, в ольдах. Но вы знаете, дорогие мои, насколько важно ступить в этот бушующий поток. И когда мы понимаем, что это Божья воля, Христос сказал, что идите по всему миру. Хочешь или не хочешь, но это право отведено церкви. Когда мы идем в этот поток, когда ноги наши касаются воды, когда мы в этой стихии находимся, мы говорим, Господи, мы Твои сыновья. Мы идем здесь не потому, что нам хочется этого. Мне хочется быть семьей, женой, детьми. Но мы идем, потому что там умирают люди. Потому что, Господи, они нуждаются в амнистии от Тебя. Представляете, в один из домов мы заходим, приносим Евангелие, продуктовые наборы, помогая людям. И мы узнаем, вот эта женщина-эвенка зарубила своего мужа топора, из топора, потому что он постоянно избивал, когда напивался, избивал их. И жена не выдержала, защищая своих детей, убила, зарубила топором. И мы с Евангелием идем в этот дом. У женщины слезы на глазах. Мы говорим о том, что Бог любит вас. Вы понимаете, друзья, там, где боль и слезы, сегодня для нас есть право прорваться через эти бураны и принести Евангелие. И вы знаете, когда мы устали, просто выбились из сил, устали откапывать лопаты, потому что машину заметает, сугробы впереди, вторую машину вытаскиваем, снова в эти сугробы. И мы просто кричим Богу, говорим, Господь, проведи, Господь, помоги нам, убери эту пургу, ты владеешь ситуацией, Господь, ты весь мир держишь в своих руках. Помоги нам, Господи, на время экспедиции благовестия, уведи в сторону пургу метель. Помоги нам, Господь. А потом пусть она возвращается. Представляете, на следующее утро, вопреки всем прогнозам погоды, светит солнце. Мы говорим, Господи, ты велик. И мы пошли по Ледовитому океану, полторы тысячи километров, там находим на островке полярную станцию, где шесть человек находятся, на вертолеты. Через полгода новую смену привезут. И мы приносим им Евангелие, продукты питания, рассказываем о величии Бога. Со мной братья, которые когда-то были бандитами, а сегодня они пасторы церкви, и они свидетельствуют о том, что Бог сделал в их судьбе, как Бог меняет их жизнь. А мы радуемся, благодарим Господа за это право, которое Бог нам дал. Когда мы возвратились с Ледовитого океана и поехали в сторону Депутатского, нам звонят на спутниковый телефон, наши друзья, и говорят, Павел, Пурга возвратилась и бушует уже 15 дней. 15 дней бушует, заметает все. Он говорит, это просто чудо. Друзья дорогие, для Бога это естественно, это для нас чудеса, но для Бога естественно, потому что Он вне времени и пространства. Он хочет, чтобы мы верили Ему, чтобы мы не поддавались сомнениям, чтобы мы доверяли Господу, если Бог сказал. Вы представляете, друзья, когда мы уезжали на миссионерское служение, мой папа, пастор церкви, плакал и говорит, сынок, ты даже не представляешь, куда ты едешь. Минус 50 мороза, и ты едешь туда, где ты будешь жить? А через что вам придется пройти? Я говорю, папа, я ничего не знаю, я знаю одно, что Бог зовет нас туда. Мне было тогда всего 20 лет. И вы понимаете, друзья, когда мы понимаем, что Бог нас перемещает, Бог нас зовет, слово Бога, оно имеет вес, слово Бога имеет авторитет, имеет власть, и поэтому, когда мы доверяем Его слову, тогда мы понимаем, что Бог будет действовать, а нам нужно войти в поток, нам нужно, чтобы наши ноги коснулись этой воды. Я помню, мы едем по реке Яна с командой, с благовестием, это север Якутии, мороз 58, и у обочины ледовой дороги стоит машина, дверь открывается, но мы на скорости пролетаем мимо нее. Оказывается, этот человек хотел предупредить нас. На ледовых дорогах нигде никаких знаков. Знак просто – это отпиленная ветка, воткнутая в лед. Мы не успели понять, что произошло, и потом, когда мы увидели проломанный лед, где-то длиной несколько километров, и мы на скорости влетаем, минус 58, сразу же лобовое стекло замерзло, ничего не видишь. Я думаю, сейчас надо остановиться. Брат Якути, у которого большой опыт курса выживания в Якутии, он говорит, Паша, не останавливайся, едем, и мы, представляете, бампером толкаем глыбы льда несколько километров. Почему такие пробоины? Почему разорванный лед? Из-за сильных морозов воду выдавливает на поверхность, разрывает лед. Если второй слой льда выдержит, значит, ты прорвешься. Если нет, значит, ты навсегда останешься во льдах Арктики, потому что замерзает. Лед через некоторое время замерзнет, и машина, которая останется там в этих льдах через час, через два, если не вытащить, она замерзнет. Друзья, дорогие, и вот что значит войти в этот поток, что значит кричать к Богу, что это значит, когда ты надеешься на Бога и говоришь, Господь, проведи. И сколько раз мы радовались тому, мы не видели ангелов. Но, друзья, дорогие, Библия говорит, ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. Бог посылает ангелов, и они рядом с нами идут. Когда ты исполняешь волю Божию, почему тебе легче, чем другому человеку, который живет безбожно? Почему? Потому что на пути исполнения воли Божией Бог помогает нам. Он говорит, я с тобой, я благословлю тебя. Поэтому то вдохновение, которое мы имеем от Господа, это великое благословение для нас. Я не забуду, когда мы приехали на север Забайкальского края, в Тунгакочин. Мы знали, что моста нет через речку Каринга, но нам нужно добраться туда, в то место. Там уверовала Эвеночка, приняла Господа Иисуса Христа. Семьсот километров нет церкви, невозможно достучаться, там нет общения с кем-то, телефонной связи тоже в то время не было. Чету заливают сильные дожди. Мы молимся Господу и говорим, Господь, Ты благослови нас, помоги нам, помоги, Господи, добраться, помоги нам, чтобы мы вброд могли пересечь эту речку и достичь этого поселка. Чету заливают сильно дожди, речки выходят из берегов, наводнения сильно, и мы поехали с братьями, и вы знаете, для нас удивительно, мы когда подъехали, оказывается, с мая месяца, вернее, с зимы не было дождя, август месяц, а дождя там нет. Чету заливают дождями, а там дождя нет. Мы обрадовались, река Каринга, она почти высохла, мы вброд пересекли эту речку, в Доме культуры собрали людей, проповедуем, о Господе говорим, там находится эта веночка, которого веровала в Господа Иисуса Христа немножко раньше, мы благодарим Бога, говорим о покаянии, люди каются, просят прощения у Бога, потом они говорят нам, ну, если вы верите в Бога и говорите о Его могуществе, пусть Бог сделает так, чтобы дождь пошел у нас, а там люди просто выживают, там ничто не растет, мерзлота, кроме картошки, и если сейчас будет засуха, то все погибнет. И мы говорим, я говорю им, Бог дает дерзновение, говорю, что Бог пошлет дождь, завтра пойдет, но только тогда, когда мы переедем речку, речка Каринга очень коварна, за час, если будет в течение часа идти дождь, река выходит из берегов и все заливает. Вы представляете, друзья, мы помолились, чтобы Бог дал дождь и потом возвратились в маленькую избушку, где мы ночевали, я говорю, братья, завтра мы уезжаем, а вы представляете, если не пойдет дождь, вот Бог дал такое дерзновение, а если дождь не пойдет, да эти люди будут потом смеяться и говорят, вы сказали, я говорю, ну, так вот как-то, не знаю, дерзновение было, давайте мы помолимся Господу еще раз, и мы стали вызывать, просить Господи, благословить их людей, прикоснись к ним, помоги Господь, чтобы они увидели славу Твою, Господь, ответь не по нашим заслугам, по милости Твоей, и вы понимаете, завтра мы пересекаем вброд речку, тишина, и мы только въехали в таежный массив, и надвигается на этот поселок грозовой фронт, гроза, дождь, ливень, и он идет прямо на этот поселок, и мы говорим, Господи, Ты великий, Господь, Ты язычник, который выдал о поклонстве, готов показать славу и могущество, и утвердить веру, вот той девушке, которая веровала в Тебя, но Бог говорит, войди в поток, сегодня, друзья, без доверия Богу, невозможно ничего сделать, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает, говорит апостол Павел в послании евреям 11 глава 6 стихом, если мы доверяем Богу, все возможно верующему, вспоминается этот текст, который записан в Евангелии от Марка 9 глава, это история, которая произошла с отцом, который привел к Иисусу Христу своего сына, сын, сын был одержан духом немым, это была страшная боль для отца, и вы помните, 23-24 стих, Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему, и тотчас отец отрока воскликнулся слезами, верую Господи, помоги моему неверию, друзья, у отца боль, вы представляете, в тот момент, когда у него есть и вера, и неверия одновременно, верую Господи, помоги моему неверию. Представьте, друзья мои, Христос, посмотрев на этого человека, на отца, который в отчаянии сказал ему, возвращайся домой, и через некоторое время, когда у тебя появится вера, приходи ко мне. Но Христос, друзья дорогие, понимает боль и страдания сердца человеческого, Он знает все, что происходит у нас внутри, и поэтому, когда мы приходим, приносим наше состояние, открываем свое состояние сердце Богу, друзья, Он знает, как нам помочь, и Он утверждает веру нашу, когда мы к Нему приходим, когда мы говорим, помоги моему неверию, Господи, благослови меня. Друзья, мы страшно пережили, 14 лет моей старшей дочери было, и она стала убегать из дому. Она стала убегать из дому, нашла друзей, неверующих, подруг, которые стали заниматься нехорошими делами, и вот там, в этих притонах, где наркотики, где множество разных грехов, находится моя дочь. Мы находим ее, возвращаем домой, она снова убегает. Она говорит, я не хочу быть такой, как вы. Жена моя плачет и говорит, сделай что-нибудь. Я нахожусь на границе с Монголией, с проповедью Евангелия. Люди каются, приходят к Господу, а понимаете, моя дочь уходит все дальше и дальше от Бога. Я понимаю, что Бог может восстановить человека, что Бог дает покаяние, но Бог желает, чтобы мы в этот Иордан вошли, чтобы мы коснулись этой воды. Вы понимаете, друзья, нам нужно пройти через боль и страдания, чтобы понять и чтобы другим сказать, что такое боль, что такое страдание, чтобы утешение, которым Бог утешает нас, мы могли утешить тех, кто находится в этом страдании, о чем говорит апостол Павел в послании Коридора, второе послание в первой главе. Бог утешает нас. И вы представляете, когда дьявол врывался и посылал сомнения, твоя дочь никогда не будет спасена. Понимаете, я вижу картину, дряхлая старуха где-то бутылки собирает, и ты просто кричишь Богу, Господь, спаси мою дочь, помилуй. Мама звонит из Сочи, говорит, сынок, не оставляй служения. Папа звонит, говорит, сынок, не оставляй служения своего. Я думаю, все, оставлю пастырское служение. Буду что-то делать с моей дочерью, чтобы она покаялась. Папа говорит, Бог дает покаяние. Дьявол тебя толкает в отчаянный шаг. Он не спасает. Спасает Господь. Вы понимаете, друзья дорогие, дьявол очень часто сеет сомнения в наши сердца. Это бесполезно. Это безумие. Вполне возможно, на тех израильтян, которые шли смело, твердой поступью, надеясь на слово Бога, в бушующий поток Иордана, может быть, многие вдогонку говорили, безумцы, ненормальные, что вы делаете? Да куда вы идете? Поток разорвет вас, понесет вы, погибнете там. Но, друзья, вера в Господа Иисуса Христа совершает великое. Нужно верить, продолжать и доверять Господу. И вы знаете, в определенный момент боли и отчаяния, я говорю, Господь, если ты поломаешь мою дочь, я согласен. Если придется мне хоронить ее, вы понимаете, это очень сложно, это страшные слова, но, понимаете, я помолился так, я говорю, Господь, если придется мне хоронить мою дочь, Господь, я буду знать, что она будет спасена. Ты спасешь ее, ты вырвешь ее из костей дьявола. И вы знаете, однажды она сбегает, с третьего этажа решила сбежать к своим друзьям, под Новый год связала простыни и сорвала. С мороза 48 она разбивается, ударяется о бетон, снега не было под балконом и лицом она ударилась о бетон. 15 переломов на лице, перелом основания черепа, коленная чашечка раздроблена, зубы выбиты, переломан нос, 2 часа ночи, никого нет на улице, она сидит в луже крови и стонет. Вы знаете, друзья, дорогие, когда мы входим в поток, доверяя Богу, Бог остановит, только нужно верить, не мешать Богу работать. Когда средняя дочка разбудила меня, ей приснился сон, что с Алиной что-то произошло, и она разбудила нас в тот момент, как раз, когда старшая дочь нуждалась в помощи. И когда я бежал, чтобы поднять окровавленное, расслабленное тело моей дочери, я кричал, говорю, Господи, почему я так помолился? Господь, только чтобы позвоночник был цел, Господь, спаси ее. Вы знаете, когда кровавое месиво на лице, когда я несу свою дочь, но когда я увидел, что позвоночник ее цел, Господь утвердил меня, она будет спасена. Еще полгода борьбы, и сегодня она является Детем Божьим. Все дети, дочери славят Бога, и старшая дочь, которая много беспокоится и переживаний принесла нам, она больше всех нас любит. Она всегда звонит и говорит, Папа, я тебя очень люблю. Друзья, дорогие, пусть Господь благословит нас, чтобы мы никогда не отчаивались, не поддавались на провокацию врага человеческих душ, чтобы мы не оставляли веру в Господа. Чтобы мы не поворачивали назад, чтобы мы входили в бушующий поток, и Бог исполнит свое слово. Он сказал, я бодрствую над своим словом. Он остановит время для тебя, Он остановит поток, и ты пройдешь по суше, но тебе нужно рискнуть, тебе нужно сделать этот шаг. В 95-м году мы собрались покинуть Забайкалье. Своей жене я говорю, ты знаешь, мы имеем право покинуть Сибирь. две дочери у нас. Я говорю, ты упаковывай чемоданы, через некоторое время мы будем возвращаться. на карте Забайкальского края и Бурятии я увидел 12 населенных пунктов, куда можно добраться только в зимнее время. Я собираю добровольцев, братьев, которые готовы рискнуть, пойти со мной. Туда можно добраться именно по ледовым дорогам, по озерам, по рекам, и мы поехали. жене я сказал, что это Дембельский аккорд. Последняя дорога туда, и мы будем покидать Сибирь. И вы знаете, когда мы принесли Ивангель, у нас не было GPS, у нас не было спутникового телефона, нам просто схему начертили, 15 озер, река Ципа, Ципикан, река Горячая. Нам говорят, если будет отворот, вы не заезжайте, потому что там река Горячая. Но знака река Горячая нет, горячий клют, нигде нет знаков, ты просто едешь и множество следов на этих реках и озер. Ну, мы как безумные, как ненормальные христораты едем, Евангелие должно быть там, туда нужно принести Евангелие. Мы едем и благодарим Бога. На заборе одного дома надпись «Куплю лед». Мы думаем, зачем покупать лед, когда здесь все заморожено, кругом мир злота. А бабушка нам потом объяснила, говорит, что здесь действительно мир злота, колодцев нет, водопровода нет и нужно бензопилой пилить лед. Поэтому она говорит, мне некому напилить сыновей и дочерей. Нет, мы напилили лед, принесли бабушке, сложили как дрова в поленницу. Бабушка плачет, благодарит нас. Мы дрова накололи, встречу провели, раздали всем Евангелие, кому-то помогли и обратно дорога домой. Я понимаю, что это прощание с Сибирью. Ночью была пурга, замела все следы и мы поехали не туда. Двое суток блужданий, борьбы за жизнь, топливо заканчивается. Я у братьев спрашиваю, которые едут со мной. Братья, вы знаете, куда мы едем? Что-то странно. Мы пять километров едем восемь часов. Неизвестно куда, но может быть там где-то деревня. Братья говорит, ну слушай, возвращаться назад, это столько уже мы проехали. И вот снова надеемся, молимся, едем, когда вдалеке несколько домов увидели, обрадовались, потому что думаем, что это начало деревни, а это просто охотничьи заброшенные дома. И когда рано утром мы проснулись, что след, который вел сюда, привел к этим домам и разворачивается. Мы сожгли почти все топливо, в основном без оваки, лампочка горела. С братьями мы переночевали вот в этих домиках. У нас уже продуктов не было. Поблагодарили, что по закону тайги есть там продукты, крупа. Мы сварили кашу, чай сварили. Благодарим Бога, радуемся. Но как нам завтра быть? Мы думали, что охотники, может, придут и покажут нам направление, куда идти. Никто не пришел. И мы принимаем решение, помолившись Господу, залив остатки топлива из запасного бензобака, выливаем остатки 10 литров, переливаем в бензобак. Я говорю, братья, 350 километров пути нам ехать, а 10 литров, ну, максимум, хватит на 80 километров. Ну, дальше мы будем просто бороться за жизнь. Мы знали, куда мы шли. Братья, если машина не поедет, если Бог не помилует нас, мы будем валить тайгу, мы будем жечь костры, мы будем у костров сидеть и молиться к Богу. Мы не знаем, где север, где юг, мы не таежники. Если Бог не спасет нас, братья, это не такая страшная судьба. Мы заснем, замерзнем, да, нас не найдут, потому что никто не знает, МЧС, мы не предупредили, куда мы едем, нас не найдут. Мы просто замерзнем и пойдем к нашему Господу. Мои дочери и жена ждут, плачут. К примеру, у брата там шестеро детей тоже в переживании находятся. И мы кричим Богу и говорим, Господь, проведи, благослови, возврати нас, помилуй. Тогда я дал Богу обещание и сказал, Господь, если ты спасешь нас, я тебе обещаю, никуда не уеду с Сибири, пока в каждый поселок, сколько их есть, я возвращусь домой, я пересчитаю все поселки, и я понесу Евангелие, чего бы это ни стоило. Когда мои друзья, миссионеры будут покидать Сибирь, я смогну слезу, но пойду дальше, потому что это право ты отводишь для нас. И вы знаете, когда мы проехали 150 километров, машина не заглухла, 200, 250, мы вспомнили историю про Сарепту Сидонску. В истерике мы смеемся и плачем, и говорим, это когда-то было, сегодня, в 20 веке этого не может быть. Но мы говорим, но мы едем. Потом уже я узнал, что в это время Бог постучался к моему папе, разбудил его в Сочи, и они вместе с мамой стоят на коленях и взывают к Богу, чтобы Господь благословил нас. Папа не знал, где мы, что с нами, но молит Господь, благослови сына моего, братьев, которые совершают служение. Мы проехали 350 километров, машина не заглохла. Когда мы доехали до поселка, где есть заправка, приехали на заправку, залили 90 литров. Я не мог до конца поверить. Думаю, может быть, сбой в технике, топливо там оставалось. Но вы знаете, когда мы залили 90 литров, мы поняли, что те 10 литров, которые мы залили, Бог их даже оставил для нас. Вы понимаете, друзья, Бог сегодня с нами в жизни. Он хочет нас благословить. Он хочет, чтобы мы никогда не отчаивались. Он хочет, чтобы мы в этот поток входили каждый день, потому что перед тобой неизвестность, перед тобой иордан, в который тебе нужно войти, твою семью ввести и повести их за тобой в надежде и уповании на Господа. А Бог исполнит свое слово, потому что за Богом последнее слово. С Богом мы не теряем, а приобретаем. Я хотел попросить, чтобы вы включили видеоролик. Мы перенесемся в наш край и вместе с вами несколько минут посмотрим видеоролик и помолимся Господу. Когда я пересчитал поселки, их оказалось 1700 поселков. Я понимал, что это длиною в жизнь, что это ни год, ни два. Здесь, вы видите, мы по замерзшим рекам, по замерзшим болотам едем по направлению, чтобы добраться к отдаленным поселкам нашего края. Тунгиро-Алекминский район находится на границе с Якутией, где проживают люди, которых когда-то советская власть выслала в поселки, которые находятся в окружении рек. Дорог туда нет. До одного поселка, до ближайшего магазина ехать около суток. Иногда двое суток нужно ехать. Мы несли продукты питания, Библию в каждый дом, собирали людей, общались с ними. Посреди тайги есть домики, где мы ночевали, останавливались, готовили обед, ужин, рассказывали о Господе. И вы знаете, для меня была огромная радость то, что Евангелие приходит в каждый дом. Однажды у компании Кока-Колы спросили, скажите, какая у вас цель? Они сказали, что мы хотим, чтобы каждый живущий на планете Земля попробовал хоть раз напиток Кока-Колу. Вот там, на север, где электричества нет, в каждый поселок, куда мы добирались, я специально спрашивал, вы пробовали Кока-Колу? Все люди говорят, мы попробовали хоть раз, но мы попробовали Кока-Колу. А вторая цель компании, они сказали, мы хотим, чтобы Кока-Кола была в поле досягаемости жаждущего. Представляете, за время существования компании Кока-Кола 98% жителей планеты Земля попробовали Кока-Колу. Когда мы добираемся до отдаленных мест, да зачем далеко идти? Рядом с щитой. Я спрашиваю, есть у вас Евангелие? Люди говорят, нет. Вы читали Евангелие? Люди говорят, нет. Так вот, моя мечта, не Кока-Кола должна быть в поле досягаемости жаждущего. А Евангелие. И поэтому мы там, на севере, поэтому мы там, в Сибири, поэтому мы стучимся на край земли, чтобы сказать людям о том, что жив Господь. Река Лёкма очень коварна. Вы видите, из-за сильных морозов разрывает лёд. Одной машиной невозможно поехать. Глава администрации сказал, что если вы поедете одной машиной, я вас не отпущу. Мы сказали, что мы двумя машинами, у нас там 400 литров солярки, всё нормально. Но у нас порвало передний привод, и машина была неуправляема. Грузовая машина, вот ночью всё замёрзло, мороз минус 55 градусов. Вы видите, передние колёса не крутятся, замёрзшие. Наш джип тащит на буксире этот грузовик. От того, что всё во льду, мы паяльной лампой отогреваем, разгребаем. Последняя наледь, которую нужно было проехать, это нужно было проломать лёд, затем возвратиться за нами и перетащить нас. И когда, вот знаете, лёд рухнул, второй слой льда не выдержал, машина оказалась в ледяном капкане. Братья сидят у костра на берегу, разожгли костёр, поём песни. За 300 километров находится ближайший посёлок. По спутниковому телефону я позвонил главе администрации и говорю, помогите нам, найдите грузовую машину. У нас 400 литров солярки, мы поможем вам. Он говорит, ближайшее время, когда пойдёт бензовоз в этом направлении, через 14 дней. Ребята, держитесь. А вы знаете, на завтра машина замёрзнет. 14 дней, это верная смерть. Братьям я не мог сказать, что через 14 дней придёт помощь. Я говорю, братья, помощь в пути, всё нормально. Бог с нами. Мы жарим оленя. Представляете, мы сидим у костра. Один брат смотрит, как дальше трещит лёд. Он говорит, кажется, машина на дно уходит. Я ему говорю, если уйдёт машина на дно, а эту машину мы взяли в аренду, я ничем помочь не смогу. Друзья мои, слава Богу. Бог оставил охотников в тайге с маленькой поломкой. Эти охотники исправили поломку и через 10 часов ехали по этой ледовой дороге. И когда они спасли нас, мы там бензопилой ещё помогли, выпилили лёд, они говорят, мы удивляемся. Они рассказали историю, как они месяц боролись за жизнь. А говорят, а вы всего лишь 10 часов. Друзья, Бог любит нас, Он заботится о каждом из нас, Он даёт нам сегодня право на жизнь, чтобы мы продолжали доверять Господу. У меня есть очень подробно видео о всех наших экспедициях. Если кто-то пожелает поддержать наше служение, мы снова пойдём туда, на линию горизонта, служа царю, царе. Он достойен хвалы. Аминь. Помолимся, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Отец Небесный, Господь, благодарность Тебе за то, что Ты с нами. Хвала Тебе, Господь, за то, что Слово Твое живо и действенно. Благодарю Тебя, Господь, за силу и могущество Твое, которым Ты наделяешь церковь Твою. И мы сегодня являемся частью семьи Твоей огромной христовой семьи. Хвала Тебе, что там, в Сибири, Ты создаёшь церкви, и братья и сёстры плечом к плечу служат Тебе и несут Евангелие. Благодарю Тебя, Господь, что здесь, в Америке, Ты благословляешь народ Твой, и они совершают великое дело служения. Господь, у каждого из нас свой путь, своя судьба. Но Ты желаешь, чтобы мы были верными Тебе на том рубеже, на той линии огня, куда Ты поставил нас. Помоги, Господь, не отступать. Помоги, Господь, входить в этот бушующий поток Иордана, веря, доверяя Тебе, и видя славу и могущество Твое. Ты достоин хвалы, наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Моя душа поет, прославляя вечного имя. Продолжение следует... Моя душа поет, прославляя вечного имя. 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 Всегда, делая славу, мой вечный дом. Братья и сестры, я прочитал, был из Псалтыря номер 5, и там последнее выражение «и буду ожидать». Я думаю, что Господь сегодня говорил нашим сердцам о том, чтобы мы имели доверие к Господу, о том, чтобы мы делали шаги веры для того, чтобы Господь мог проявлять свою силу, могущество в своей жизни. И хотел бы предложить вам, братья и сестры, если Господь располагает ваше сердце, и вы готовы поучаствовать в служении брата Павла, то подойдите к нему и благословите Павла финансово. И также молитвенно, я думаю, что многие молятся об этом. А сейчас Павел Кабзарь сделает объявление еще. Спасибо брату Павлу, так вдохновил, ободрил, слава Господу, у нас тоже есть наши церкви, которые служат Богу, и тут интересная мысль, что вступать, двигаться и будем продолжать в разных сферах служения. И даже вот за молитву, он как-то сказал, да, Папу разбудил где-то, Бог разбудил, чтобы тот молился, чтобы Бог же благословил своего сына. Вот зачем Бог такие делает? Иногда мы думаем, ну если Он хочет, Он сделает, зачем молиться? Друзья, кто молится и подвязается в молитвном служении продолжать? Вот так Бог работает. Почему? Не знаю, но так работает. Несколько объявлений, то, что мы прошлое воскресенье говорили насчет референдума. Кто-то верит, кто-то не верит. В нашем штате с 2020 года, уже больше 100 лет, имеется этот закон, когда закон, подписанный губернатором, можно запускать обратно на референдум на голосование. И больше 50% все вот эти законы, которые были подписаны, и люди активизировались и не согласны были, они возвращались на референдум. Поэтому у нас тоже есть шанс, тот закон, который подписан на разделение детей от родителей, запустить его обратно. Сегодня последний день, на следующей неделе уже срок подходит, нам нужно сдать эти все бюллетени. Кто еще не подписывался, я напоминаю, гражданин и зарегистрированный в нашем штате для голосования. Вы имеете право подойти, там возле столика вам сестры помогут, где нужно поставить роспись, дату рождения. Пожалуйста, сделайте это возможность. Сегодня последний раз, кто это еще не сделал. Второе. Александр Кириллович говорил, можно есть праздник тела, праздник души, есть праздник семьи. И в нашем городе тоже празднуют разные праздники, и не только меньшинство имеет право праздновать, но в нашем городе будет праздник семьи, 5 августа. Это один из таких новых праздников, он совместно как бы и славянская комьюнити, и американская, он на английском языке будет проходить в одном из парков. 5 августа, это в субботу. Что это ожидается? Там и выступление запланированного нашего мэра города, который поддерживает и придерживается наших семейных ценностей, и другие будут интересны. С 11 часов до 3 дня. Приходите с семьями, просто для того, чтобы попраздновать. Это бесплатно в парке, будут разные аттракционы, призы, еда, спорт и так далее, музыкальная, духовная программа. И еще главное, там у вас тоже при выходе есть такие маленькие пригласительные. Если у вас есть соседи на работе, пригласите семью. Чем больше людей придет, чтобы в городе как-то это отображалось, что семьи тоже празднуют праздник семьи, когда папа, мама с детками пришли на эти несколько часов вместе отдохнуть, погулять в парке. Поэтому, опять-таки, для желающих, если у вас это желание есть, возьмите такую пригласительную, это уже 5 августа будет. Вы пригласите семью, может, вместе с кем-то поедете, и сами присоединяйтесь, приходите, чтобы не только тех, кого мы критикуем, имели право праздновать, но также и мы. Следующее время, 3 недели назад, как мы говорили на членском собрании, мы сделаем, как о диаконах, такую анкету для членов церкви. Ну, в принципе, это можно и не для членов церкви. Если вы имеете желание общения со служителем, встречу, беседу с пресс-фитером или одним из диаконов. Опять-таки, там в конце вестибиле уже эти анкеты есть готовы. С сегодняшнего дня она будет и в электронном варианте на нашей церковной группе Viber. Можете сделать это в электронном или заполнить. Ваше имя, фамилия, телефон, и если вы хотите, имейте такую встречу. Дома у себя, в церкви, в кафешап, на природе, где-то, где вы захотите, вы можете отметить. И есть список служителей, которые были избраны в нашей поместной церкви. И вы, если имеете расположение кому-то конкретно и хотели, чтобы он посетил или повстречаться, пообщаться, вместе помолиться, спросить духовные вопросы, советы, консультации или еще что-то, вы тоже можете отметить, с кем бы вы имели, хотите, имеете желание встретиться. Если для вас не имеет значения, отметили другое. Поэтому это, во-первых, для членов церкви, чтобы снять вот это, как мы говорили, напряжение, или кого-то не посетили, всех не заметить. Но если у вас есть желание, вы опустите там сегодня временный ящичек, но следующее воскресенье будет такой закрытый, под ключом, темный ящик. Эта конкета нигде не будет фигурировать, имеет только доступ два человека к ней, получение информации, передадут служителю, и вас смогут посетить, и сможете пообщаться. И последнее, с завтрашнего дня здесь при нашей церкви начинается дневной лагерь. Лагерь для приезжих, о которых мы говорили, те, которые не смогли побыть, может быть, в стационарном лагере, здесь будет при церкви с 9 утра до 9 вечера. В первой половине дня будет детская такая заезд, во второй половине дня подростки. 150 человек уже зарегистрировалось, большая команда, которая будет работать или служить этим людям. Те, которые недавно вновь приехавшие в наш город, Россия, Украина, с других стран, эти дети в основном в большей части зарегистрировались. Люда Верховодова, Оксана Савченко и много других, человек 50 будут в этом служении. Я просил, чтобы мы в конце помолились, благословили это служение, как говорили, сеять. Те, которые уже к нам приехали, Иван Лея сеет, Слово сеет. И для тех, которые мы сегодня слышат, но вы не успели зарегистрироваться, в последний год, в полтора года вы приехали во время войны, вы можете еще успеть подойти. Есть несколько мест, если вы имеете такое желание записаться, зарегистрироваться. Если кто-то хочет послужить из молодежи, из наших членов церкви, в течение дня есть разные виды служения. Кто готов посвятить несколько часов, пожалуйста, тоже подойдите. Спасибо. Еще некоторые объявления, мы помолимся. Как обычно, сегодня у нас вечером будет в 5 часов вечера служение. В среду в 7 часов вечера в понедельник из-за лагеря будет молитва? Да, в понедельник также будет продолжаться молитва об Украине. Приходите, кто имеет возможность. И хотел бы объявить родители и молодежь, где вы бы не сидели, у нас открытая регистрация, молодежный лагерь с 9 по 12 числа в август. Помогите вашим детям, или побудите, или если они еще не самостоятельны, то помогите, чтобы они могли зарегистрироваться в этот молодежный лагерь, который будет в августе. И в заключительной молитве у нас есть благодарность и также молитвенная нужда. Сегодня 75 лет исполняется маме Галине Ивановне Лилюк. Родственники, дети, муж благодарят сестру Галину Ивановну и маму, жену, чтобы Бог ее хранил и просит, чтобы Господь также продолжал благословлять и оберегать ее, и давать ей силы. Ее сегодня нету среди нас, но они просят об этом, чтобы церковь также поблагодарила Бога. И в эту среду мы уже в прошлый раз молились о команде, которая уезжает в Израиль на миссию. Павел Туровский уже улетел, но другие члены команды, они улетают в среду. И также будем молиться, чтобы Господь благословил их перелет туда, в Израиль. Давайте мы помолимся в заключении. Господь, я благодарю Тебя за милость Твою к нам, благодарю Господь за это слово, которое мы сегодня слышали, за работу Духа, что в наши сердца, Господь, за то, что Ты сегодня каждому что-то сказал, напомнил, ободрил Господь, где-то обличил. Господь, помоги нам быть внимательными в веянии Духа Твоего, Господь. Помоги быть открытыми, чтобы мы могли услышать то, что Ты желаешь сегодня сказать мне и каждому, кто пришел в Дом Твой. Благослови, Господь, нашу церковь, благослови все мероприятия, которые будут проходить в нашей церкви. Ты знаешь о том лагере для беженцев, Господь, начинается с понедельника. Мы просим, чтобы Твоя рука, милующая, благословляющая, была в течение этой недели, чтобы Ты хранил детей, которые будут приезжать сюда, которые будут иметь здесь общение, Господь. Благослови всю команду, которые трудятся, Господь, чтобы давал им мудрости, Господь, видение сил и здоровья. Благослови, Господь, также и Галину Ивановну, Господь, вместе с родственниками мы благодарим за то, что Ты ее хранил в течение 75 лет, Господь. Дай ей сил, дай ей мудрости, Господь. Мы просим это у Тебя. И вместе с близкими и родными, Господь, мы молимся о тех, кому предстоит перелет в Израиль, Господь, Ты благослови их в перелете, храни их, Господь, там, где они будут находиться. Дай им силы, мудрости, храни от всякого рода зла. И да будешь во всем прославен, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. С Господом!